Спасибо большое. Эфир продолжит новости на телеканале Хабар 24. Прирост заболеваемости коронавирусом в Казахстане снизился до 0,5% за сутки. Об этом на брифинге в СЦК сообщила главный государственный санврач Айжан Ясмагамбетова. По ее информации, сначала введение строгих ограничительных мер передачи инфекции значительно уменьшилось. Занятость коек в медучреждениях также снизилась на 64%. Однако это не значит, что людям уже можно расслабляться. По-прежнему необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Напомню, 17 августа в Казахстане начнут поэтапно смягчать карантин. Свои двери вновь откроют салоны красоты, парикмахерские, спа-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги, а также фитнес-центры, бани и сауны без бассейнов. Также возобновится движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест. Между тем, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому. Работа баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых по-прежнему под запретом. Айжан Исмагамбетова отметила, что объекты, которые возобновят работу, обязаны соблюдать все санитарные требования, в том числе проводить термометрию посетителей и своих сотрудников, использовать средства индивидуальной защиты, а также не забывать о дезинфекции. Точно так же с понедельника разрешается работа объектов общественного питания на открытых площадках. На открытых площадках это без ограничения количества посадочных мест, но обязательное требование это социальная дистанция. На сегодня социальная дистанция на объекте общепита, это значит от края стола 2 метра и между стульями не менее 60 сантиметров. При этом обязательно не допускается, чтобы столы между собой объединялись или проводились коллективные мероприятия. Также Айжан Исмагамбетова рассказала, что сегодня в мире разработано 166 вакцин-кандидатов против коронавируса. Основное количество из них находится на фазе доклинических испытаний. Казахстан, как и многие страны, ждет изобретение безопасной вакцины и параллельно продолжает работу над своей. Мы работаем по подготовке к вакцинации, выбору вакцинации, разработке нашей стратегии по вакцинациям, это сейчас в рамках Министерства прорабатора. По вакцине, которая разработана сегодня научным центром биологической безопасности Министерства образования, да, они действительно тоже разработали нашу казахстанскую отечественную вакцину, она также, как и все вакцины, проходит фазы доклинических испытаний. По нашим данным, сегодня завершена первая фаза доклинических испытаний. Продолжение следует... Мы объезжали, например, объекты недавно, посещали, и большое количество бизнеса жалуется, что вот объект, например, Сапоржай, у него там 74 человека, сейчас в вынужденных отпусках сидят дома. Как быть, доходов нет, да, очень большой вопрос. Ну, это, наверное, больше вопрос к возможностям бюджета, как, да? Мир обеспокоен возможным возвращением эпидемии коронавируса. Эксперты не исключают, что вторая волна COVID-19 не за горами. В связи с этим ряд стран уже готовится к ужесточению ограничительных мер, среди них и Турция. Опасения экспертов вызывают еще и то, что в стране растет число тяжелых пациентов с коронавирусом. По последним данным, в стране за минувшие сутки от вируса скончались 18 человек. Значительно увеличилось и число новых случаев. Подробнее в следующем материале. Эксперты не исключают, что вспышка коронавируса может произойти вновь в сезон летних отпусков. Расслабляться пока рано. В целях безопасности некоторые страны уже предусмотрели возможный ввод ограничительных мер. Коснется это и процесса обучения в школах. 2020-2021 учебный год для учеников пройдет дистанционно. Обычное обучение стартует 21 сентября в смешанной форме. Частные школы смогут начать дистанционное обучение 17 августа. Телероки будут транслировать государственные каналы. Темы и время обучения будут опубликованы в интернете. На сегодня число больных коронавирусом в Турции уменьшилось, но растет число пациентов в тяжелом состоянии. Специалисты не исключают, что больницы, ранее лечившие коронавирусных больных, могут вновь возобновить работу. Из-за вспышки заболевания изменились и правила проведения свадеб. Мероприятие не должно длиться больше трех часов, и то с соблюдением социальной дистанции. А свадебный кортеж не должен объединять больше десяти машин. Тесты на коронавирус на сегодня в Турции сделали 67 237 человек. Это самый высокий показатель в стране со 2 марта. Кроме того, наблюдается рост числа пациентов в тяжелом состоянии на 15%. Вирус очень быстро распространяется среди членов семьи. Заражение одного члена семьи значит то, что в скором времени заболеют и другие. Давайте беречь друг друга. Изменился и формат работы тренажерных залов. По новым правилам, посетители спортивных комплексов к занятиям допускаются при наличии кода HES. Это одна из дополнительных мер, реализуемых во время эпидемии. Код выдается на основании оценки потенциальных рисков, болел ли человек коронавирусной инфекцией или был контактным. Кроме того, посетители в спорткомплексах обязаны носить маску человека с температурой выше 38 градусов в комплекс не пустят. В первую очередь мы спроектировали тренажерный зал в соответствии с правилами. Мы изменили расстояние между тренажерами в соответствии со стандартами. При входе в комплекс мы также обязаны требовать код HES. Измерение температуры тела уже вошло в привычку. Тренажеры для кардиоупражнений мы вынесли на улицу, так как делать их в масках трудно. В Китае у двух пациентов, переболевших COVID-19, вновь активизировался вирус, сообщает Bloomberg. Тест на коронавирус у них показал положительный результат. Теперь ученые обеспокоены тем, может ли вирус вновь появиться у людей, которые им уже переболели. Отмечу, тест был положительным у одной из пациенток, 68-летней женщины, заразившейся инфекцией 6 месяцев назад. Вирус также оказался у мужчины, который переболел им в апреле. При этом у него не было никаких симптомов инфекции. Кроме того, медики протестировали людей, контактировавших с ними, но тесты были отрицательными. По мнению некоторых ученых, уровень антител у человека может со временем упасть. Поэтому организм становится восприимчивым к патогену во второй раз. Но в этом направлении пока сделано мало исследований. Напомню, с начала эпидемии в Китае вирус подтвердился больше, чем у 84 тысяч человек. Почти 5 тысяч людей не смогли побороть болезнь. Власти Британии введут карантин для въезжающих из пяти стран. Теперь провести обязательные 14 дней самоизоляции по прибытии должны будут граждане Франции, Нидерландов, Мальты, Монако и островов Теркс и Кайкос. Об этом сообщил министр транспорта страны Гранд Шапс. Сообщается, что ограничительные меры начнут действовать уже с 15 августа. На заявления британских властей отреагировали во Франции, пригрозив ответными мерами. К слову, введение карантина для туристов, прибывающих в Британию из потенциально опасных зон, угрожает новым ударом по отрасли туризма. Особенно это ощутимо сейчас, в сезон летних отпусков, в свою очередь для британцев, Франция является второй по посещаемости после Испании. Новости продолжим после рекламы. Алматы. Вдохни свежесть горного воздуха. Посмотри вокруг. Это сияние нового дня. Почувствуй его приближение. Проживи каждую секунду этого чуда. Ощути волшебство встречи с прекрасным. Подумай о главном. Загадай желание, глядя на звездное небо. Оно исполнится, когда наступит утро. Восход солнца в Казахстане. Каждый рассвет неповторим. В эфире новости. С вами Алматы. Детский сад на 100 мест открыли. В Испании область. Открыли центр. Акция собрала участников всех действий. В самом важном странице. Об этом меньше часа назад. В новой вечеринке ждет только стол с Рахимом Пушевым. Подумаем волшебство. Спасибо. Продолжаем выпуск. Новые обстоятельства по делу о взрыве в порту Ливанской столицы. Прокуроры намерены допросить бывших и действующих министров. По сообщению местных СМИ на допрос вызовут четырех экс-руководителей Министерства труда и нынешнего главу ведомства. Также правоохранители встретятся и с главными финансистами страны, которые в разные годы возглавляли профильное ведомство. После дело передадут в парламент. Напомню, мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. В результате инцидента погибли больше 200 человек. Больше 6 тысяч пострадали. Порядка 110 человек числятся пропавшими без вести. Полностью разрушен порт. В руины превратились некоторые районы города. Тысячи людей остались без крыши над головой. Ущерб оценивается в 15 миллиардов долларов. Еще на месяц в Ливане продлили режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хамад Хасан. Хоть президент страны и принял отставку действующего Кабмина, все министры продолжают выполнять свои обязанности до назначения нового. В стране на сегодня наблюдается новый рост числа зараженных COVID-19. Всплеск заболеваемости произошел после мощного взрыва в порту Бейрута, который случился 4 августа. Ранее в стране был зафиксирован рекордный суточный показатель заражения коронавирусом почти 300 случаев. В результате общее число инфицированных достигло почти 7,5 тысяч. Но эксперты считают, что зараженных может быть намного больше, потому что охват тестирования на сегодня недостаточный. Некоторые районы будут изолированы, потому что за последние две недели наблюдается прирост новых случаев. Показатели достигли своего пика. Достаточно безрассудства. Мы должны со всей ответственностью отнестись к мерам, принимаемым по борьбе с нераспространением коронавируса. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о примирении. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху назвал его историческим прорывом. Так, соглашение включает в себя полное установление дипломатических отношений между странами, создание посольств, а также инвестиции в экономику. Мирное соглашение стало результатом длительных дискуссий между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и США. Отмечу, Объединенные Арабские Эмираты стали третьей страной арабского мира после Иордании и Египта, заключившие мирное соглашение с Израилем. Вместе мы преобразим регион и построим еще лучшее будущее для наших людей. Это будущее мира, безопасности и процветания. Я всегда верю, что мы можем установить мир с арабскими странами. И я десятилетиями работал над достижением этой благородной цели. Больше 63 миллионов человек пострадали от наводнения в Поднебесной. Экономический ущерб от стихийного бедствия по предварительным подсчетам составил более 25 миллиардов долларов. Для ликвидации последствий масштабного наводнения в стране были мобилизованы 48 рабочих бригад из спасателей и добровольцев. 111 наиболее пострадавшим провинциям Министерства финансов страны на восстановление выделило порядка 300 миллионов долларов. Несмотря на масштабы разрушений, приоритетной задачей китайских властей является спасение людей. Так, с начала наводнения в стране из зон подтопления были эвакуированы свыше 4 миллионов человек. Это самая масштабная эвакуация за последние годы. К новостям в нашей стране. Грозу, ветер и туман прогнозируют синоптики в Акмолинской, Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. В Карагандинской возможен град. Также на юге региона сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность, как и в Казалардинской области. В Восточно-Казахстанской области сегодня днем местами ожидается сильный дождь. Сильная жара и дефицит влаги стали причиной неудовлетворительного состояния 10% посевов на полях Костанайской области. Массовый сбор урожая в регионе уже еще не начался. К примеру, фермеры Камыстинского района на поля выйдут через неделю. А вот потери они уже посчитали. Подробнее в материале Артема Грапова. Анатолий Шут с механизатором работает уже много лет. Технику к уборке опытный хлебороб всегда тщательно готовит. Он считает, из-за оборудования потерь быть не должно. Ведь работают в зоне рискованного земледелия, где погода к фермерам в основном неблагосклонна. В прошлом году урожая не было, поэтому немножко тяжеловато было. А в этом году хоть семерочка может быть, твердая стоит. Поэтому надо будет поработать. В одном из хозяйств Камыстинского района в этом году засеяли 16 тысяч гектаров. В основном пшеницей устойчивых к жаре сортов. Их используют постоянно. И все же в прошлом году весь урожай потеряли. Убытки перекрыли за счет страховки. В 2020-м потери тоже есть. Небольшие проценты. 20 это первые посеевы. Немножко они попали под июньскую, июльскую жару. Есть потери. В 2019-м на полях Камыстинского района урожайность была ниже средней. Тогда фермеры собирали лишь по 2,5 центнера с гектара. Когда их коллеги из других районов брали по 15, а то и выше. Нынешний урожай спасают выпавшие недавно осадки. Я думаю, что средний урожай внушает оптимизм. Вот эта влага. И хорошая в этом году у нас по кормовым хорошая ситуация. Сейчас вот именно вот эти, которые дожди прошли, они именно сейчас накормовые. Хорошая кукуруза сейчас будет, в рост пойдет. А вот рост и развитие зерновых культур в этом году на полях Кустанской области шли в очень жестких температурных режимах, когда и в атмосфере, и в почве был острый дефицит влаги. Высокие температуры воздуха, острый дефицит влаги в период формирования репродуктивных органов растений, крайне негативно повлияет на их формирование и развитие. Состояние зерновых в области оценивается на сегодня 38,1%. Это как хорошее. 40,5% это удовлетворительные. 12,2% неудовлетворительное состояние. Специалисты отмечают, засушливые года начинают повторяться. Поэтому риски нужно страховать. Чего кустанайские фермеры делать не спешат. Из почти 7 тысяч работающих хозяйств сделали это лишь 4 агропредприятия. Пассивность крестьян в управлении сельского хозяйства связывают с отменой обязательного страхования. Артем Грапов, Ермек Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. 216 карет скорой помощи приобретут для медучреждений Восточного Казахстана. Их регион получит до конца года. Взамен морально и технически устаревшим моделям прибудут максимально оснащенные медтехникой авто. Только в Усть-Каменогорске большинство санитарных машин подлежит списанию. Кроме того, в больницы уже завезли 50 ИВЛ, 10 мобильных рентген-аппаратов. В число первоочередных приобретений также войдут 30 тысяч одноразовых защитных костюмов и свыше 15 тысяч защитных очков для медиков. В транспортное переоснащение объектов здравоохранения области инвестируют свыше 4 миллиардов тенге. С 17 августа сначала внедряется у нас стационарная помощь. С 20 августа уже внедряется стационарозамещающая помощь и амбулаторно-поликлиническая. Вместе с тем, дополнительно мы готовимся к тому, чтобы оснастить наши станции скорой медицинской помощи санитарными автотранспортами. С этой целью за счет средств республиканского бюджета были выделены средства на закуп 116 единиц санитарного автотранспорта по механизму лизинга. К этому часу у нас все. До свидания.